Провалился под лед. Что делать? Зимовый патруль подкажет. Початок зимы – сезон для несчастных выпадков на тонком леде. А тому это самый час и для профилактических мероприемств. Суместную операцию специалисты МНС и АСВОД провели специально для гомельских школьников. Запознавальным процессом сочила наша здымочная группа. Ирина Дробышевская ведает, что можно выйти сухим из воды. Сухим из воды выйти можно, когда только ты в гидрокостюме, как это водолаз службы АСВОД. Шукальника уже пригод попередживаем одразу. Трук не повторять. Ротовальники МНС и АСВОД специально для гомельских школьников разыграли реконструкцию несчастного выпадка на тонком льду. И показали, что делать, когда все провалился. Основные наши оборудования, которые используются для спасения, это гидрокостюмы сухого типа индивидуально для спасателей, чтобы они могли работать в холодной воде. Это спасательная доска, конец Александрова, спасательный круг. А также иногда применяются подручные средства. Але, как кажется, ведал бы, где упадешь, подослал бы солому. А что делать, если под рукой специальных выротовальных сродков не оказалось? Вот до приклада, как на гидых кадрах, которые потрапили в сетку интернет. Тут уже реальная ситуация, где хлопчик провалился под лед. Держись! Держись, Богу! Доброе, что побочек оказались и дорослые, какие они разгубились и юного шукальника пригод выротовали. Применяются подручные средства при наличии кусок веревки, сломанное небольшое дерево, палка длинная. Ну и здесь надо понимать, что в первую очередь, главное этому гражданину самому не оказаться на месте спасаемого. То есть близко приближаться к обломанному льду запрещено, потому что раз он уже обломался, будет обламываться и дальше. Поэтому лучше это подползать на расстояние до пяти метров и уже дистанционно пытаться кинуть пострадавшему эти приспособления. Ну и в обязательном порядке вызывать службу спасения. По статистации частей, за все охвярыми тонкого льда становятся рыбаки экстремалы, непослухмяные дети и нетверозые дорослые. Все лето до речи на Гомишине уже пять человек потонули. Семеро удалось вырытывать у тим лику и одно дитя. Яку гэтый черный спис не потрапить, наши школьники уже ведают. Толщина льда для взрослых должна быть более семи сантиметров, что детям вообще нельзя на лед выходить, даже за взрослыми. Надо быть очень аккуратным, стараться не попадать в такие ситуации. А если вдруг что-то получило, что-то такого случилось, то надо позвонить службу 101 и 103. Это очень страшно в такие попадания ситуации, особенно когда никого рядом нету, поэтому надо соблюдать эти правила. Как мы видим, очень много выпало снега в начале, можно сказать, ну в начале зимы много снега, а больших морозов еще не было, поэтому лед еще как бы не набрал нужную толщину. И бывает местами часто выезжаешь, местами затишье. Все зависит из-за людей, можно сказать, не столько выезжаем, сколько больше отрабатываем, потому что профилактика все-таки работает с населением. Час на вырытование топельца зимой значительно меньшим летом. Усягом от трех до семи хвилин. У ледяной воде человек, як вядома, доказ находится не может. Тому лепшее, что в этой ситуации можно зарабить, так это у яйца не троплять. Ирина Дробышевская, Сергей Комков, Телерадо, компания «Гомель».